Добрый день зрителям и подписчикам youtube-канала Оргина Андреяновой. Замбаровские фиалки, орхидеи и другие цветы. Ну, как возможно вы знаете, у нас теперь есть синичка. И встал такой вопрос, нужна срочно для нее клетка, потому что она начала летать. Вот у нас собачка Ластя, она очень активная и мы боимся, что она ее может, ну не знаю, съесть, не съесть, но покусать или поиграться и в общем травмировать ее. Так что было решено срочно приобретать клетку. Ну, в общем, я посмотрел на вид какие-то бушные варианты и пришел к выводу, что не буду я покупать клетку, а попробую сделать ее самостоятельно. Вот, ну так как многие вы знаете, кто следит за каналом, что как бы руки вроде у меня растут из нужного места. Ну, в общем, как говорится, руки опять дошли, чтобы ноги сделали. Короче, буду ногами делать. Сейчас опять пытаться сделать, так и хочется сказать, вот из этого говна, но не буду, конечно, это и говорить, а скажу по-другому. В общем, короче, из говна и палок будем делать клетку. Это, конечно, шутка была. Так, пошел я сегодня в Леруа, много чего я там походил, походил и, в общем, для начала я сначала присмотрел вот такой вот как бы, что это такое. Это даже не знаю, как называется, сетка такая из мелкой проволочки, но она сваренная, она не плетеная, а именно сваренная, с маленькими ячеечками, очень маленькие ячеечки, может сантиметр на сантиметр. А здесь вот, кстати, этикетка у нее есть и тут даже нарисованы птички, то есть сварная сетка. А вот, кстати, ее параметры тут есть, да. Два с половиной, 25 миллиметров, это, я так понимаю, два с половиной сантиметра, значит, ячеечка, но она очень хорошая. Она, значит, 0,5 метра в ширину, а в длину, в длину 5 метров. Вот. Тут даже написано, что она может, по-моему, для птичек использоваться. В общем, я тут читать сейчас не буду, но, судя по картинке, уже понятно, что она для птичек. Дальше я пошел бородить по Леруа и думать, какое мне основание использовать. И сначала в голову пришла идея использовать какой-нибудь поддон для обуви или еще что-то. Но я там нашел в Леруа вот такую интересную корзину. Это из составного мебельного шкафа. Это, если сам ты делаешь шкаф себе мебельный, то можно там разные такие пластиковые корзиночки. Вот такая корзинка. Вот она, пластиковая. Ну, глубина у нее где-то сантиметров пять. Я ее использую под основание. Вот. Сейчас вам покажу ее стоимость. Секундочку. Так, вот. Чек. Так, вот она у нас, корзина пластиковая. Вот ее параметры. 55 сантиметров на 43 сантиметра. И стоит она 696 рублей. А вот эта корзина металлическая, тоже примерно на 5 сантиметров в высоту. У нее параметры. Корзина мелкосетчатая. Вот она. Стоит 1206 рублей. 553 сантиметра на 41 сантиметр. Вот. Ее я использую сверху. А бока сделаю вот из этой сетки. Ну, в общем, я постараюсь снять все основные моменты. Как я буду это делать. Ну, в общем, конечно, в голове у меня грандиозная уже сетка. Кровая клетка, точнее, получается для птички. Такая очень хорошая. Ну, что получится, посмотрим. Купил еще хомутики пластиковые. И купил для дверцы мебельный такой. Сейчас покажу его. Мебельный вот этот вот, как это, петля. Мебельная петля. Ну, в общем, чек будет, скорее всего, прикреплен. Его сканер будет прикреплен отдельным файликом. Ну, в общем, вот можете его и так посмотреть, нажать на паузу, кому интересно. Вот. В общем, вот такая сумма получилась в 2,876 рублей. Ну, конечно, за 2,876 рублей можно было хорошую, крутую клетку купить. Но я-то хочу сделать ее сам. И я думаю, у меня клетка получится тоже не хуже, чем покупная из магазина или где-то с авито, бэушная. Ну, так что приступим. Отмерил я нужное количество расстояния по бокам на клетку. Вот. Получился вот такой вот у меня из этой сеточки. Получился вот такой вот у меня как бы короб. Вот он. Этот короб. Ну, конечно, немножко кривоватым получился, потому что проволока, ой, сеточка эта все-таки мягенькая. Она очень мягкая. Вот я сейчас покажу. Она очень податливая. Вот. Ее можно прям спокойно взять и загнуть. То есть она гнется очень легко. Ну, сейчас попробуем. Может быть, не буду я использовать эту верхнюю часть, которую я планирую, потому что она тяжеленькая. Возможно, я, скорее всего, я сделал. Отрезал сверху вот. И просто положу сверху. Накрою. Вот так вот. Возможно, так вот сделаю. Ну, я еще сейчас посмотрю. Неудобно одному все делать. Снимать и показывать. Ну, в общем, как-то вот так это будет выглядеть. Ну, в общем, как я сделаю. Я уже покажу сделанную работу до конца. Уже дверку прикручу. Попробую вырежу. Вот здесь вырежу отверстие. И сюда также приделаю дверку на петельки, которую я купил. Ну, в общем, как я решу, соберу и покажу. Все. Спасибо за просмотр. Ну, и вот вся клеточка целиком. Я прошу прощения за птичьи и какахи, которые там в ней, потому что птичка уже обживает эту клеточку. Сейчас я ее выпустила полетать по лоджии. И пока снимаю клетку. Потихоньку в этой клеточке появляются все новые штучки для птички. То веточки, то вкусняшка какая-нибудь он. Вот это вот повесили ему тут, купили такую штучку для попугайчиков. Но, по-моему, он к ней равнодушен, потому что синички, они насекомоядные. А не зернышки, они в крайнем случае клюют это уж в самую холодную, голодную зиму. Ну, и здесь супруг не стал использовать петли, потому что получается очень громоздко. А использовал вот эти же хомутики. Приспокойно с ними дверца открывается, закрывается. Тут вон тлася, тузик вокруг. Пытаются учуять что-то. И пока еще не сделали никакого замочка, никакого шпингалетика или крючочка, а закрываю вот так вот на крабик. Крабика, в принципе, вполне достаточно ему. И птичулька, птичулька здесь живет, ему хорошо, просторно. Ну, вот даже по размеру собачек можно предположить так вот объемы клеточки, насколько птичульке просторно. Там собака спокойно поместится. Две эти мои собаки спокойно поместятся. Ну, а сам птичуля вот на самой верхней полке среди моих орхидей. Вот он кайфует. Кайфует на верхнем листочке. Вот этой вот орхидеечке. И летает он тут себе сколько захочет. Ну, как сколько захочет. Выпускаем, так пару часиков полетает и обратно в клетку. Так что сейчас тоже полетает, поотдыхает. Говори, полетает, а поотдыхает уже в клетке. Ну, все. Заканчиваю свое видео на этом. Надеюсь, оно было полезным, интересным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, не стесняйтесь. И всем пока, до новых встреч!